Всем привет! С вами Fashion Vector Design и сегодня мы будем нарисовать пуховик в Adobe Illustrator. Если вы до этого не работали в Adobe Illustrator или не посмотрели предыдущие видео, очень рекомендую. Они есть в этом плейлисте, либо я оставлю ссылочки под этим видео. Можете пойти посмотреть, начните с простого. А мы уже начинаем с вами усложнять и делать разнообразную красоту. Я уже подобрала готовые элементы. У меня есть уже молния, я проработала градиент для того, чтобы не тратить на это время и показать именно отрисовку. Как рисовать молнии, как их вообще делать, это тоже отдельная тема. Подробно рассказываю это на курсе. Если интересно, приходите. Ссылочку тоже оставлю под видео. Там учу, смотрю, как вы делаете, проверяю домашние задания. И, соответственно, мы это все прорабатываем. А здесь я вам просто покажу пример, как можно нарисовать куртку-пуховик. Начинаем мы с шаблона. Шаблон можно скачать. Опять же, ссылочка под этим видео. Зайдите ее, заберите. И сможете по этой ссылочке скачать вот такой шаблон. У него, как видите, как шива, много рук. Я убираю на руки инструментом белая стрелочка прямого выделения для direct selection. Убрала лишнее. Блокирую слой, на котором есть шаблон. Создаю новый слой. И на этом слое буду рисовать. Сейчас я приближу. Инструмент лупа. Можно вытащить его с панели. Можно вытащить его кнопочкой Z. Как вам удобнее. Пуховик чем отличается от обычного эскиза? Почему я говорю о том, что посложнее, если еще не владеете, лучше не стоит сразу. Вспомните, как выглядит пуховик. У него есть пух-пакеты, которые такие объемные. И чем-то похожи на шарики. То есть они вздутые. Соответственно, линия пуховика у вас будет неровная. Она у вас будет такая, как гусеничка. Сначала мы будем рисовать ровной, а потом будем вот эти выпуклости на ней делать. Поэтому аккуратненько все начинаем с вами рисовать. По классике. Я люблю рисовать сначала правую половинку. Вы можете рисовать абсолютно любую половинку, какая вам больше нравится. Если это левая, то левая. Это не проблема. Сейчас я уберу. Да, черный цвет. Черным цветом, инструментом перо, без пунктира. Вот я начала рисовать. Так, будет у меня спущенное плечико. И обращаю внимание, что это пуховик. Соответственно, прилегания практически не будет. Он будет объемный. Сначала сейчас нарисуем основу. Потом будем уже дальше с ней работать. Правим линии, если это требуется. Правим кривые. Очень удобно править кривые инструментом опорная точка. Таким образом, направляющая у вас только с одной стороны будет правиться. Потому что, когда правим инструментом прямое выделение, то у вас обе направляющие, они, видите, друг за другом будут дергаться. А если править только инструментом опорная точка, то только одна. Ну, в общем, ей удобнее намного. Если вот такая вот кривизна, можно погладить инструментом сглаживания. Если он у вас здесь не вытащен, значит, он у вас есть внутри. Надо просто его вытащить. Вот такая штучка. Чуть-чуть он будет длиннее по спинке. Вот, видите, они зацепились друг за друга. И направляющие от одной точки в этой тючке одинаково. А если я буду брать только опорную точку, оно будет прекрасно себя вести. Так, и теперь рукав. Буду в основном работать со станом и с рукавом. Потом уже добавим воротник, потому что, ну, воротник намного проще. А нам нужно с вами нарисовать именно вот красоту пуховика. Соответственно, чтобы у нас все получилось, нужно это все аккуратно сделать. Так. Еще очень здорово, когда у пуховика вот здесь внутри есть резинка такая внутренняя, она здорово фиксируется на руке. И, соответственно, не дает вглубь ничего не задувать. Давайте мы сделаем чуть-чуть подлиннее. Сейчас пока вот самая-самая-самая основа. Потом будем уже делать другие точки. Мягкие, плавные, такие объемные линии. То есть изделие само по себе пуховик не прилегает. Ну, редко бывает прям совсем прилегающий. Все равно у него есть объем. Здесь еще дополнительно небольшой оверсайз. Так. Теперь смотрите. Я условно размечу линии, по которым у меня будут идти линии пух-пакетов. Пух-пакеты... Соответственно, где у нас будет расположен пух? Вот так у меня будет. Условно их намечаю, чтобы я их видела, чтобы я их понимала. И чтобы я могла сейчас поправить, если они как-то должны быть по-другому. Так. Вот так. И вот так. Теперь у меня есть возможность их подвигать. То есть это просто как черновые линии, особенно если вы от руки рисуете, да, вы вот там что-то наметили руками. Вот здесь есть такая же возможность, просто другие линии, такие черновые, поставить, чтобы наметить и понять, как это будет выглядеть, как это будет происходить. И сейчас будем с вами добавлять вот эти вот дутики. Так. Опять же, можно сразу посмотреть на всякие наклоны и подкорректировать, как вам нравится. Я хотела еще добавить кармашек. Соответственно, вот сюда у меня встанет кармашек. Он тоже будет дутый. Вот так. Вот кармашек. Так, что я теперь сделаю? Я вот эти линии обозначу другим цветом, сделаю их очень тонкими и скопирую на другой слой, чтобы они у меня не цеплялись ни за что. Ctrl-C создала новый слой, Ctrl-B. Вот я их пометила и заблокировала. Все, рисую только на одном слое разблокировано, все остальное заблокировано. Они мне помогут именно вот создать эффект пуховичка. Теперь выделяю стан, беру инструмент перо плюс и ставлю точки на пересечении линий стана и, соответственно, линии, которые у нас нарисованы пуховичка. Что мы с ними будем делать? Я сейчас покажу. Давайте проставим по всему стану эти точечки. Их не так много у нас. Я не в мелкую сеточку выбрала пуховик, а с крупными пухпакетами. Вот мы поставили. У нас получились точки на том пересечении, которое мы хотели. Теперь берем инструмент опорная точка. И вот отсюда нам нужно с вами сделать эффект гусенички. Они не должны быть прям у вас супер крупными, но все равно небольшая такая вздутость получиться должна. Вот здесь получилась вздутость. Здесь. То есть из каждой точки нужно вытащить два усика и вот так вот их как бы надуть. Из этой точки не надо вытаскивать, она у нас не пересечения. Здесь чуть-чуть, да? И вот здесь чуть-чуть будем надевать. То есть вот эта вот точка, которая на пересечении с той линией, которую мы наметили, она будет у нас. Вот эта точка получается лишней. убрали. Так, вот эта точка тоже лишняя, между которой. И теперь вот эту делаем точку. Сюда. Так, этот кусочек сюда. Инструментом опорная точка эти штучки делаем. Вот они получились. По центру у меня будет молния, поэтому оно будет выравниваться. Смотрите, вот видите, рукав, который там внутри, вот он в этой точке должен немножко себя по-другому вести. Хотя мы можем этим немножко пренебрегнуть. И сделать вот что. Если это у нас будет залито белым цветом, а рукав тоже будет белым сзади, вот он у нас ушел назад, вот она такая пухлость получилась. Хорошо. Теперь разделим на пух пакетов. По вот этой линии. Провожу линию. И за край вывожу. Это вот то, что я показывала, как мы будем разрезать сейчас. Разрезанием инструментом обработка контуров. Это вообще очень популярная техника работы в иллюстраторе. Убираем два объекта и разрезаем. Что у меня получилось? Смотрите. У меня получилась вот такая отдельная штучка. Видите? Очень-очень удобно. Так. Теперь следующую. Попадаю вот в эту точку. И теперь вот сюда выхожу за край. Обязательно выйти за край. И теперь с основой разрезаю. Разгруппировать. Лишнюю часть удаляю. Вот у меня еще одна. Это нам поможет сейчас в дальнейшем при рисунке. Так. Еще одну точку. Да. Теперь вот сюда выходим. Здесь главное понять принцип. Это популярный принцип работы в Adobe Illustrator. Принцип вырезания. И последнее. Сюда. Сюда. и сюда. Вот так. Теперь смотрите. Там, где у меня нарисованы эти размечающие линии, я этот слой удаляю. Он мне не нужен. И вот у меня получились отдельные пакетики. У меня там есть еще нарисованный кармашек. Мы сейчас его вытащим на передний план. Поправим ему немножко линию. И будем сейчас делать пухпакеты, распределение пухпакетов на рукаве, потому что там тоже должен быть рукавчик. Точно такой же абсолютно принцип будет. пухпакетов. И вот. Инструментом перрон. На невыделенный объект. Вот так. Да, хорошо. Теперь начинаем такую же гусеничку делать у нас на рукаве. Давайте разметим сначала. Создаем новый слой и разметим, как у нас будут идти с вами деления. Я не хочу делать очень тонкие пухпакеты, поэтому вот так, вот так, вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Я думаю, что вот так достаточно. Сейчас распределим их более равномерно. Вот так. Помните, да, мы рисуем это сейчас на дополнительном слое, чтобы просто сделать такую вот разметку. Теперь всю эту разметку выбираем, делаем ее другого цвета, красненькую, и блокируем слой, на котором это разметка. Возвращаемся на тот слой, на котором мы рисуем. Почему я так рисую по слоям? Потому что таким образом у меня все остальное заблокировано. Вот я сейчас могу только то, что я рисую, трогать. ни разметку, ни шаблон, у меня ничего не задевает. Еще раз приближаем. Выбираем рукав и ставим точки на пересечении. Здесь, 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 здесь. Здесь не нужно, потому что рукав у нас уходит за стан, мы его не видим, и смысла в этой работе никакого. Теперь приближаем рукав и будем работать с каждой точкой по отдельности. Эффект гусенички. Вспоминайте, как выглядят гусенички, они такие вот интересные. Вот вам как раз его тут и надо создать. Если будут лишние точки, вот как в данном случае, смотрите, вот эта точка, она лишняя, мы ее пером минус убираем. Если уже есть кривизна, щелкаете инструментом опорная точка и делаете заново, так как надо именно нам. Вот так у нас получилось. Здесь можно тоже скруглить точечку. Вот так. Смотрим. Да, отлично. И теперь будем делать с вами такое же деление. Нам нужны эти части по отдельности. Выбрали. Рукав выбрали. Правой. Правой кнопочкой мыши разгруппировать. Убрали. Еще одну часть рисуем. Так, сняв точку. И здесь на край выходит. Хорошо. Как видите, более сложный эскиз. И сразу, конечно же, это не сравнится с рисунком футболки. Намного дольше времени, намного больше сил, фантазии, и понимание программы это требует. Именно поэтому, задумывая данный челлендж, для того, чтобы вы могли порисовать эскизы, челлендж 100 эскизов. Мы с вами отрисуем 100 эскизов. Я начала с самого простого с футболок, прямых юбок, для того, чтобы была возможность освоить основные принципы программы. Вот. Так, теперь мы убираем слой, на котором у нас разметка. И вот такая красота получилась. Все его сблокируем. Убираем рукав на задний план, весь телеком. Уже, в принципе, все неплохо. Рисуем теперь дополнительные детали. Так. Это то, что у меня будет видно. Тоже, кстати, можно методом разрезания сделать. Хорошо получится. Так. Расклепировать. Единственное, надо не забывать, потом убирать это на задний план, чтобы оно все было на местах. Здесь все мы нарисовали, здесь тоже. Что теперь я делаю? Я теперь всю вот эту мою красоту давайте сразу ей зададим. Вот. Чтобы было более правдоподобно, я сейчас задам легкий градиент. Здесь, естественно, у нас окошко градиента. Вот так. Только мне нужен градиент. Ипух пакета и градиент круговой. И чтобы он был прям почти беленький, только чуть-чуть-чуть по краям серенький. Это все настраивается, как вы видите. Есть такая настроечка. Плюс ко всему можно воспользоваться настройкой градиента. Он тоже дает эти возможности. сделать его более овальным. Можно еще светлее сделать, чтобы он... Вот. Сейчас я эти все элементы залью этим градиентом. Таким образом у нас сразу с вами получится объем. Видите, какой он такой пушистенький. Уже сразу видно. В принципе, я бы, наверное, еще светлее его задала, чтобы он... был бы еще светлее. Вот. Вот так хорошо. То есть задача сейчас просто показать, что он тут есть, что он градиент. Сейчас он вернет свет. Но не сильно выпирал бы. Не видно с этим светом. Вот так вот. То есть уже как бы такой объем присутствует приятный. Соответственно, сюда тоже мы градиентик дадим. Вот. Чтобы еще больше усилить это впечатление от градиента, что можно сделать? Вот здесь по краешку прорисовать тени. Можно это делать, можно не делать. Я сделаю, потому что, на мой взгляд, это будет лучше. Блокирую все слои, создаю новый слой поверх, чтобы мне ничего не мешалось. И сейчас будет такая немножко механическая работа. Но если хотите сделать все по красоте, нам нужно нарисовать такую вот тенюшку, которая будет по каждому краешку пух пакета. Давайте я сейчас одну покажу. Все остальные по такому же принципу будут делаться. она у меня сейчас только цвет тени. И цвет тени мы будем делать прямо вот так вот. И это будет давать очень классное ощущение вот этой дутости и ткань, которая будет проходить. Будет классно. Ну, поскольку пух пакеты у нас везде как бы неравномерные, нужно, чтобы она тоже была неравномерная. Здесь не нужна как бы четкость. Посмотрите, как это смотрится на реальных пуховиках. Посмотрите, как это смотрится на фотографиях. Таким образом вы поймете, какой эффект мы пытаемся сейчас добиться. Вот, смотрите. И как это будет смотреться издалека. Нужно даже 5% наверное. Высокий процент коэффициента непрозрачности. И вот какой эффект. Видите, такая сжатость и как бы как объем такой дополнительный создается. Вот сейчас на всех-всех стыках, которые у нас есть, я сделаю вот такой эффект. То есть рисую пером вот эту кривизну и делаю непрозрачность. Черная заливка с непрозрачностью 6%. Делаю на всем изделии такую штуку. Просто руками просто немножко времени нужно на это потратить. вот смотрите, я на каждый пух пакет нарисовала вот такой вот объем, чтобы он у меня получился. Видите, насколько классно и интересно это заиграло. То есть за счет того, что мы сделали градиент, за счет того, что мы добавили вот этот вот объем, сразу изделие очень здорово играет. Почему я это сделала до того, как это изделие раздеркали? Для того, чтобы делать это только на половинке, а не на всем изделии. Потому что половинку сделать быстрее. Вот здесь у меня вход в карман. Здесь тоже будет тенюшка. Тени я рисую обычно черным цветом. Можно добавить эффект размытия, но я обычно этого не делаю. Просто добавляю эффект непрозрачности и получается вот такой вот дополнительный объем. Вот эти части у меня будут черными. Так, это у нас слой с тенями. Сейчас я разблокирую тот, на котором у меня основу. Вот эти части у меня будут черными, но по задумке по эскизу. Теперь мы будем с вами вот эту всю красоту зеркалить. Что я сделаю? Я сделаю Ctrl-C, Delete, Ctrl-B. Они у меня слились в один слой. Я больше люблю именно такое слияние и убираю лишний слой, на котором были тени. Мне так комфортнее работать. Это лично мой прикол такой. Можете сделать как-то по-другому. Так, инструмент зеркальное отражение. Выбираем. Выбираем все. Ставим точку. У нас на шаблоне есть центр и от центра раздублируем. Я нажала кнопочки Shift-Alt. Давайте еще раз покажу. Выбрала инструмент зеркальное отражение. Поставила точку. Вот она, точка, от которой будет зеркальное отражение. Начала вращать. Смотрите, видите, оно вращается. Когда я нажимаю Shift, углы становятся правильными. Когда я нажимаю Alt, включается копирование. Потом я отпускаю кнопку мышки. Потом я отпускаю кнопки на клавиатуре. Все срабатывает. Вот такая у меня получается красота. Так, что я могу сказать? Мне нужно чуть-чуть подвинуть. Вот эти две части слить. Это спинка. Эти две части слить. Это тоже спинка. Что-то лишнее, если есть, убрать. И вот это убрать на задний план. Что у нас не хватает? У нас не хватает с вами воротника и молнии. Давайте начнем сейчас с молнии. У меня молнии уже поработанные. Они заранее нарисованы и входят в мою библиотеку кистей. Поэтому для меня сейчас это не будет проблемой. Я просто поставлю молнию задам ей правильную толщину и на изделии появится та молния, которая мне нужна. Притом у меня есть эта молния вот она отрисованная с пулером. Сейчас разблокирую свой. И я смогу поставить еще и пулер. Пулер так называют вот эту вот часть которая висит. то, что бегает называют собачкой. ее по-разному называют на английском. Еще, что я люблю под молнию положить все-таки такую тесемочку. Сейчас мы ее туда положим. Тесемочку кладем прямоугольничком. Сделаем ее однотонной. Немножко наберем назад. Можно сделать эту строчку, можно не делать. Так, цвет, контура. при толщине 25. И смотрим подходит она у нас под размер или нет. Интересно, размер должен быть адекватен молнией для того, чтобы, ну, представьте, как она застегивается будет, да, с двумя собачками. вот я ее поставила. Вот получилась молния. Так, воротник. Можно даже чуть-чуть потоньше сделать. Вот так лучше, мне больше нравится. И вот эту штучку тоже чуть-чуть поуже. Всегда молния на тесьме. То есть вот эти зуби, они расположены на тесьме. Поэтому тесьма будет абсолютно всегда. Просто иногда вшивают прям в край, иногда вшивают немножечко с запасами. Здесь мы можем с вами подрегулировать, но я люблю, чтобы вот так это было. Зависит от модели. Всегда это все индивидуально. Это мы с вами поставили. Вот он, смотрите, уже полноценный эскиз. Уже вполне рабочий. Можно его использовать горловинком. Здесь может быть капюшон. Я решила сделать изделие без капюшона. Опять же это мой выбор. Можете сделать капюшон. У меня будет пуховичок. И как помним, сначала рисуем просто, потом уже добавляем туда объемы и красоты. Соответственно я могу отсюда переснять объем. что я имею ввиду под объемом вот эту часть чтобы она была пухленькая. Так эту точку чуть опустить. Теперь раззеркали ее. Shift Alt опустили. Эта часть будет сверху. Так нам еще нужно с вами будем визуально как будто бы видеть вот эту часть. Чуть чуть мы ее сейчас туда и положим. Так правильно вот эту направляющую и на задний план это отправляем. задний план. Здесь мне очень нравятся косморти уголки. их сейчас уберем. Вот эту точку чуть-чуть вниз опущу. И мы можем предположить что там будут липучки. Мы можем предположить что здесь будут какие-то пуговки. Это уже в зависимости от пожеланий по дизайну. Я всегда говорю. То есть я вам сейчас показываю основную технику а вы сами уже можете ее совершенствовать и работать. Но как в моей практике лучше сначала скопировать так же как рецепты вы готовите какую-то еду. Скопировать сначала тот рецепт который вам предлагают попробовать насколько он хорош а потом уже от него плясать. Что еще я сейчас делаю? Ничего тут не хватает. Помните у нас вот этот объем который мы формировали тенюшками вот мы сейчас его сюда тоже добавим потому что он тоже нужен вот так же не сильно не очень навязчиво но желательно чтобы он был таким образом получается классный эффект вот этого именно объема пухлости то что мы называем пуховиком вот вуаля смотрите какая красота у нас получилась пуховик с воротником наверное воротничок надо сделать побольше что-то подсказывает что его надо чуть-чуть увеличить пуховик с воротником с дутыми карманами с дутыми рукавами вот такая вот у нас красота давайте мы все сгруппируем и сейчас я вам покажу еще один момент я не даром вот сюда вытащила градиенты потому что это черно-белый эскиз и мы использовали исключительно черно-белую гамму для того чтобы ну показать как это будет смотреться а сейчас я хочу использовать цветной градиент показать как это будет смотреться в цветном градиенте например вот этот помещаю его в образцы делаю двойной клик и выбираю везде где у меня есть градиент с шаброй палочкой и смотрите как это будет смотреться обалденно красиво обалденно здорово здесь можно поправить цвет на цвет подкладки вот такой подобраны просто цветовые гаммы какие-то хвостики торчат которые мне нравятся много лишнего сейчас мы лишнее уберем все будет у нас отлично видите вот этот хвостик торчит вот его быть не должно он пришел у нас из слияния его просто надо чуть-чуть поправить это вот маленький минус способа слияния когда не совсем все ровно получается но это мелочевка которая быстро очень правится давайте здесь тоже изделие поправим это я взяла здесь тоже топорщица вот эти все лишние точки сейчас вот видите это после слияния ерунда все просто надо удалить они не несут функциональные роли тоже вышли все ушли нет еще одна есть так и так вот отлично и сейчас еще на основном скизе control 0 возвращаемся на нашу рабочую область это вот то о чем я всегда говорю видимо говорила и буду говорить никогда не бойтесь возвращаться и подправлять если вы увидели ошибку adobe illustrator это допускает и ну вот я сейчас это исправлю и вы никогда не поймете в каком месте я работала что я именно правила и что меня не устроит я это поправлю и это не будет как при работе с обычным эскизом затертости какие-то это вообще не будет видеть я ушла начала работать в другом месте и никто не вспомнит где это было так и другой вариант а вот такой у меня градиент это радиальный градиент тоже сейчас все выберем и покрасим только здесь я хотела чтобы внутренняя часть у меня была черненькая вот такая великолепная курточка пуховик у нас получилась красивая интересная стильная можно в нее добавлять самые разные цвета можно ее оставлять в спокойной гамме можно делать ее переливистой можно в дальнейшем добавлять какие-то элементы на эскиз но как видите более сложные эскизы требуют больше времени больше смекалки больше понимания алгоритма того как работает программа и как можно то или иное явление изобразить обязательно пробуйте обязательно делайте не жалейте на это времени отработайте этот прием и в дальнейшем вам будет с этим немного проще общаться и приятнее и интереснее работать тем более такая красота получается если вам понравилось видео обязательно ставьте лайк не забудьте подписаться на канал чтобы не пропустить новые видео они выходят регулярно я вам показываю всякие разности пишите что бы вы еще хотели отрисовать я с удовольствием читаю ваши комментарии беру их в работу и не забывайте нажать на колокольчик чтобы узнать о том что новые видео вышло и не пропустить на этом все с вами была Щиповская Екатерина до скорых встреч пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok